Это первый день здоровья в этом году. Такие профилактические мероприятия очень востребованы среди сельских жителей, ведь они дают возможность бесплатно пройти комплексное обследование без талонов и предварительных записей, причем даже не выезжая в город. Дни здоровья для села Витязева очень важные мероприятия, потому что позволяют выявить факторы риска для более серьезной патологии. Пользуются большой популярностью среди населения и вот даже сегодня уже на 10 утра нас посетило порядка 70 человек. Конечно же это очень удобно, потому что не всегда у пациентов есть возможность быстро и день в день пройти обследование и попасть к специалисту. Сегодняшний день здоровья этому подтверждение. Витязевцы получили консультации узких специалистов, смогли пройти ЭКГ, УЗИ и флюорографию, измерили артериальное давление, а также уровень холестерина и глюкозы в крови. Всего на врачебном приеме побывали порядка 300 человек. Медики провели более 700 консультаций. Местные жители довольны. У многих отпала необходимость ехать в городскую поликлинику. Очень удобно. Вот я бы, допустим, в Анапу я бы не поехала. А сюда вот прочитала буквально вчера на двери подъезда, что вот принимают врачи. И я вот с удовольствием пришла. И очень рада, что я пришла, что я попала к неврологу. Проинспектировать работу специалистов прибыла исполняющая обязанности заместителя главы города Екатерина Боровская. Она пообщалась с медиками и местными жителями, выслушала пожелания и обсудила проблемы. Всегда востребованность высокая узких специалистов. И здесь они тоже есть. Это и офтальмолог, это возможность пройти УЗИ, это эндокринолог, что всегда пользуется популярностью у нашего населения. Конечно, есть необходимость привлечения, помимо того, что людей больше, информационная работа, конечно, тоже важна с населением. Здесь нам помогает и администрация сельского округа. Следующие профилактические акции пройдут в станице Гастагаевская. Там 17 февраля на прием будут ждать родители с детьми. А 3 марта для взрослого населения День здоровья пройдет в Благовещенском сельском округе. Руслан Душевский. Анапа. Регион.